Постановлением правительства с 12 февраля этого года выдаются талоны нового образца о прохождении технического осмотра, а также диагностическая карта. После получения новых документов владельцы автомобилей могут беспрепятственно следовать по территории стран ЕС. О процедуре получения документов нового образца и преимуществах нововведения Усен Кульбаев. С февраля месяца в Кыргызстане введены новые правила для легковых и грузовых автомобилей при въезде в страны Евразийского экономического союза. Но если вы владелец нового автомобиля, то имеете право в течение трех лет не проводить технический осмотр, обходиться без специального талона и диагностической карты при въезде в Россию, Казахстан и другие страны. Молодой владелец Toyota Camry Нурбек Долбаев на своем автомобиле частенько бывает по делам в соседних странах. По его словам, там его часто останавливают инспекторы и без новых документов приходится договариваться с проверяющими на дороге. Я по работе выезжаю очень часто в Казахстан. И чтобы не было у меня по пути проблем с гаишниками, я ежегодно здесь прохожу техосмотр. Это более проще, ежечасно, ежегодно там казахам платить большие суммы страхов. С прошлого месяца талоны нового образца прохождения техосмотра и диагностическую карту выдают водителям 11 видов транспортных средств – легковых автомобилей с различным объемом двигателей, микроавтобусов, автобусов, грузовиков и других. Для получения документов нового образца владельцам легковых автомобилей надо оплатить за техосмотр и диагностическую карту до 550 сомов, микроавтобусов – 650, автобусов свыше 20 посадочных мест – 950, владельцам грузовых авто грузоподъемности свыше 15 тонн – 1000 сомов. По словам представителей ассоциаций центров технического осмотра автотранспортных средств Сатана Ассалбекова, в республике действует 37 точек для прохождения техосмотра. Они оснащены самым современным оборудованием и там не будут ставить штамп техпаспорти, как было раньше. Казахстан и Российская Федерация требуют обязательно диагностической карты и талон нового образца, потому что старый талон, там очень много было подделки, и без голографических знаков было. Через компьютер уже выходит диагностическая карта, и там все параметры указаны. Если один-два параметра не соответствуют, то придется повторно проходить. При прохождении одной республики, другую республику, в рамках Евраздец, это будет намного облегчать техническое состояние водителя, а также автотехнических средств. Процедура выдачи документов нового образца направлена прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения, а главное – здоровье людей.